Всем мое здравствуйте, меня зовут Светлана, вы на канале Удачные моменты. Пришло время замачивать арбузы. В этом году у меня два новых гибрида. Семена я покупала в интернет-магазине. Будем надеяться, что выбрала я хорошие гибриды, и они меня порадуют летом. Это арбуз гибрид F1, называется Red Star. Про него написано, что он в типе огонька. Кто сажал арбуз-огонек, представляет, что это такое. У него вот такие вот семена, крупненькие достаточно. И еще один арбузик, который называется София, практически как моя внучка Софья. Это тоже F1, семена испанские. У арбузика вот такие маленькие черненькие семена. И всего лишь три семечки. Про этот арбуз сказано, что он вытянутый, достаточно такой оригинальной формы. Вот эти семена я сегодня замочу. Вот я приготовила бинтик. Сейчас я туда положу наши семена. И замочу эти семена на сутки. А вот через сутки с семенами нужно обязательно сделать одну процедуру для того, чтобы лучше проклюнулись семена. Проливаю обычной водой до такого состояния, чтобы они были достаточно влажные. И вот так они постоят сутки. И вместе с арбузами также я приобрела еще и дыни. В этом году у меня тоже все семена импортные. Даже самое интересное, что из этого получится. Вот такая дыня Кредо. Дыня Мануэлла. И дыня Дакару. Все это гибриды, не сорта. И все три дыни типа ананас. Я их тоже замочу. С ними никакую процедуру через сутки делать не надо. Ну раз уж замачиваю арбузы, заодно и дыни. Прошли сутки наших арбузиков. И теперь нужно сделать одну такую процедуру. Вот семечко арбуза нужно надгрызть. Но грызть мы не будем. А мы просто возьмем и маникюрными ножницами Вот там, где его носик, чуть-чуть ему носик подрежем. И вот так вот сделаем со всеми семечками. И маленький попробуем тоже сделать. Ой, бежала. Вот такой вот маленький семечко. Ему нужно помочь проклюнуться. Вот так вот просто. Вот в маленьком не очень это получается. Он просто убегает. Вот так вот. И вот такие вот надрезанные семечки мы оставим еще на сутки. Ну вот прошли сутки. И сейчас мы посмотрим, что же у нас получилось с арбузиками, с семенами, у которых мы отрезали носики. Здесь у меня еще прибавились дыни, цветной горошек. Вот арбузики наши, посмотрите. Видите, ровно через сутки у них с того места, где мы ножницами и маникюрными отрезали им носики, появились раз в точке. Если бы они не появились, их все равно нужно посадить. Вот. И еще в одном месте были арбузики. Вот. Видите, эти семена тоже были обработанные. Синенькие, а другие были оранжевенькие. Если бы вот не такая толстая кожица арбузная, то эти семена обработанные нужно было бы сажать сухими. Но вот арбузы, к сожалению, имеют очень толстую кожицу и проклюнуться росточку нужно помочь. Поэтому я делаю вот так. И теперь этот росток очень быстро пойдет в рост. Итак, сейчас мы будем сажать наши арбузики. Только случилась такая история. Куда-то делась этикетка. Теперь у меня сортов арбуза три, а этикетка только одна. Ну что вырастет, то вырастет. Дыни все хорошо у меня зашли. Вот такие горшочки. Я насыпала землю. Сейчас я все это полью. И мы туда посадим наши арбузики и дыни. И они будут прорастать, хорошо вырастут. И дадут нам прекрасный урожай. Посмотрите, какой хороший росточек у арбузика. Прям носик вылез. Жизнь будет кипеть. Он просится на волю. Вот так вот мы его и посадим. И немножечко присыпем землей. Буквально сантиметр-полтора. Все. И он обязательно вылезет. А вот один арбуз имеет очень маленькое семечко. Очень, посмотрите. И даже оно меньше, чем яблочное. Я даже не представляю таких арбузов с такими семенами. Но заявлен как арбуз. Посмотрим. Арбузы, дыни, а заодно и цветной горошек посажены. Накрыты пищевой пленкой. Будем ждать всходов. Обязательно покажу всходы, как будут сходить арбузы и дыни. Кстати, арбузы очень красивые в рассаде. Они такие ажурные, узорчатые. Очень люблю рассаду арбузов. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Мира всем и добра.